Привет! Я Астрид Ньюнхаус из Центра экологических ресурсов при Висконсинском университете в Мэдисоне. Сегодня мы узнаем о том, что такое лесопастбище. Лесопастбище – это агролесоводческий метод, сочетающий выращивание деревьев и содержание животных. Земля организована так, чтобы выращивать деревья, древесные культуры, фраж и домашний скот. Деревья и пастбище интегрированы в единую систему. Агролесоводство способно обеспечить экономическую отдачу и создать устойчивую систему, приносящую пользу окружающей среде. Сегодня мы беседуем с Марком Шепардом в Айоле, Висконсине. Марк – агролесовой консультант в компании лесного и сельского хозяйства. Рады тебя видеть, Марк. Рад снова тебя видеть, Астрид. Мы изучаем лесопастбище. Этот фермерский метод знаком фермерам на юго-востоке США, но он менее распространен здесь, в Верхнем Среднем Западе. Скажи нам, почему ты выбрал лесопастбище для своей фермы? Конечно. Мы выбрали лесопастбище для нашей фермы в основном потому, что здесь было пастбище, когда мы получили эту землю, и мы хотели выращивать деревья. Съедобные древесные культуры, такие как каштаны, фундук и яблони. И чтобы иметь доход, пока мы ждали, когда вырастут наши деревья, мы выпасали животных. Крупный рогатый скот и свиней между олеями деревьев. У вас есть животные? Да, есть. Они мои любимые помощники. Хочешь их увидеть? Конечно, да. Идем. Вы можете обратиться в отделение университета в вашем районе, чтобы узнать, какие сорта яблонь подходят для вашего района. Ищите те, которые устойчивы к болезням, вредителям и выносливым. Животные пасутся здесь? Да, периодически, в течение сезона, не все время. Какая польза яблевых? Ну, они контролируют рост травы. Они сдерживают ее рост вокруг. Они увеличивают плодородие почвы. И что они еще делают? Они трутся о кору. Она реально гладкая? Реально гладкая. Множество насекомых-вредителей прячется под заусенцами коры зимой. Ага. Животные делают кору гладкой. Они также... Если ты заметил, здесь нет плодов до определенного уровня и очень мало листвы. Это препятствует распространению яблоневой парши вверх, словно по лестнице, и не дает заразить все дерево. Когда сезон парши, споры не поднимаются вверх по листве. А это грибки. Другой плюс, это когда в начале сезона, примерно в июне, происходит осыпание плодов. Плоды, которые поражены насекомыми, в начале сезона опадают с дерева. Мы приводим сюда животных. Они съедают плоды, содержащие личинки и вредителей. И так мы устраняем второе поколение вредителей, которые могут поразить наши яблоки осенью. Так мы значительно снижаем число вредителей в этот период года. Здесь пара сломанных веточек. Полагаю, это животные сломали. Это то, что вы ожидали от животных в саду. Но я также вижу, что вы подрезали ветки этих деревьев в ряду. Я подрезал их, чтобы можно было подойти ближе с техникой. Перед сбором урожая я прихожу и скашиваю траву максимально близко к дереву. С животными будет поломано несколько веточек то тут, то там. Этот метод обрезки сокращает число поломанных веток. Также период выпаса. Вы перегоняете животных немного быстрее. Они обычно не ломают ветки, пока не заскучают или не проголодаются. Можем позвать животных? Сюда, милые. Вот они бегут. Сюда, хрюшки. Сюда, хрюшеньки. Идем, дружище. Сюда. Привет, дружище. Как ты? Идем. Милые хрюшки, Марк. Какой они породы? Это чистопородный темверс. А этот темверс скрещенный с Бергширом. Уверена, они съедают все яблоки с земли. Да, у нас 100% на утилизацию. Здесь ничего не пропадает. Как вы продаете ваших свиней? Мы продаем их при помощи сарафанного радио. Люди узнают, что я ращу свиней на траве, каштанах и яблоках. Они просто звонят мне. Как видите, это довольно счастливые хрюшки. Потрясающие. Марк, давай поговорим о времени выпаса. Как вы организуете перемещение животных через вашу лесопастбищную систему? Время выпаса в лесопастбищной системе является более критичным, чем в традиционной интенсивной системе выпаса. Потому что мы отвечаем не только за пастбище, но и за здоровье деревьев. Правильно. Мы должны позаботиться о том, чтобы животные не пасли слишком долго, иначе они вытопчут всю землю или поломают ветки. Как в яблоневом саду. Ну, ты видела. В яблоневый сад мы запускаем животных, чтобы они подобрали июньский опад. Первые плоды, пораженные вредителями. А потом уже после сбора урожая. В каштановый сад мы запускаем животных весной, когда деревья выпускают листья. Так мы сдерживаем сорняки и повышаем плодородие весной, когда растениям необходима подзарядка энергии до начала вегетативного сезона. Затем мы запускаем все до животных после сбора урожая. Потому что каштаны, каштановые плоды, колючки, когда они созревают, высыхают, они раскрываются, и орехи попадают на землю. И так мы собираем орехи с земли. Раньше на месте фермы было пастбище или пахотная земля, заброшенная пашня. Сначала мы сделали минимальное прокашивание, чтобы основные сорняки оказались внизу. Затем мы использовали пересаживатель деревьев и пересаживали деревья в длинные ряды. Ага, вижу. С краю ряда деревьев мы установили небольшой портативный электрозабор. Для свиней мы использовали низкий забор. Для крупного рогатого скота мы перемещаем провода повыше. Сначала забор был по обе стороны отряда. Мы потеряли где-то около полутора метров шире от полосы пастбища. Там животные не паслись, они паслись в аллеях. Теперь, когда деревья выросли, мы можем позволить животным пастись вокруг и среди деревьев, и они их не угнетают. Это то, что мы видели в яблоневом саду. Похоже, на это потребовалось много работы. Оно того стоило? Думаю, да, определенно. Чрезвычайно приятно собирать урожай с деревьев, которые ты посадил 15 лет назад. Вот этому другу 15 лет, и мы уже собираем с него орехи в приличном объеме. Спасибо, Марк, за то, что ты показал нам, как работает лесопастбище на твоей ферме. Кажется, этот метод будет хорошо работать и у других фермеров в Верхнем и Среднем Западе. Думаю, везде будет своя специфика на каждой отдельной ферме. Они выберут соответствующие виды деревьев и животных, но почти каждая и везде сможет создать определенную лесопастбищную систему на своей ферме. Отлично, спасибо. Пожалуйста. Фильм переведен при народной поддержке группы переводчики развивающих фильмов совместно с группой «Мир, пермакультура, устойчивое развитие». Благодарим группу «Освоение заброшенных деревень. Общее дело» и «Пермакультурно-исследовательский центр. Раяр». Продолжение следует...